Так, хорошо. Хватит просить ваших близких помять плечики. Доверьте это профессионалам. Массажному креслу USMIDI Kanjet. Гадание на картах Таро, по руке, эффективный приворот и воссоединение семьи, снятие негатива, порчи из глаза, оплата после результата. Телефон 276-95-63. Моя супруга, пенсионерка, взяла кредит на лекарства. У нее проблемы со здоровьем. Не смогла я его выплатить. Ей звонили, угрожали. Когда мы обратились в Единый центр защиты, нам помогли. Единый центр защиты. Законно освобождаем от проблем с кредитами по всей России. 252-29-52. А чем звонит наш сын? Он в комнате играет. Один. В Куби-Дуби играет. Куби-Дуби – это кубики из качественного дерева. Развивают интеллект и мелкую моторику. Куби-Дуби. Дети любят. Педиатры советуют. Как начать продавать свою продукцию в Китай? Такой вопрос возникает, пожалуй, перед каждым предпринимателем, работающим в Приморском крае. Казалось бы, КНР – наш ближайший сосед и главный торговый партнер. Но вывести свой товар на крупнейший международный рынок небольшим местным производителям не так-то уж просто. Чтобы им помочь, Центр поддержки экспорта Приморского края запустил специальную программу «Энергия экспорта». Как это работает и чем еще краевые власти готовы помочь малому бизнесу, поговорим сегодня. У нас в гостях Евгений Никифоров, генеральный директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края. Илья Романов, эксперт и разработчик программы «Энергия экспорта». Юрий Кабачинский – участник акселератора «Энергия экспорта». Сразу вижу незнакомое слово – акселератор программы, акселератор энергии экспорта. Кто-то может пояснить, что это обозначает? Давайте я коротко расскажу. Здравствуйте, уважаемые зрители. Акселератор – это модное слово. Суть ускорения. В нашем случае, что это дает? Ведь инструменты поддержки и развития, в том числе экспорта, они были достаточно долго разработаны государством в рамках программы федеральной. Но они как разрозненные кубики. Мало кто понимал, что из них сложить. И вот основная задача нашего акселератора – привести это в единую систему, логично выстроенную, понятную, которая охватывает все этапы экспортной деятельности, в том числе и подготовки, и дать ее под ключ. Собственно, в этом основная задача наша была – формирование именно слова «акселератор». Получается, Илья, вы разработчик этой программы. В чем ее принципиальная новизна? Можете рассказать? Да, конечно. К нам обратился Центр развития предпринимательства Приморского края с просьбой разработать эту программу и помочь ее реализовать, для того, чтобы как можно больше экспортеров приобрели конкретные практические навыки и смогли в короткие сроки позволить себе выйти на рынок Китая. Для того, чтобы эта программа была эффективной, мы в первую очередь сделали ставку на практику. В нашей команде присутствуют эксперты, которые являются действующими бизнесменами. Я привлек своих собственных партнеров китайских, которые в том числе являются бизнес-консультантами, консультантами правительства, провинции Холунзиан. Я привлек бизнес-консультантов с Франции, Соединенных Штатов Америки. Ну и наложил на это все свой собственный опыт и опыт собственных ошибок. Благо дать и вооружить наших участников, избежать возможной в перспективе неожиданности или сложности, и тем самым укрепить их. Вот в этом, наверное, ключевая особенность, что семинар не является теоретическим блоком. Семинар не дает просто знания. Семинар рассказывает о том, как это реализуется реально на практике. Приморье стало первым регионом, в котором внедряется эта программа? Да, Приморье стало первым регионом. Программа эта передовая, и Приморский край в этом плане передовой, и Центр поддержки предпринимательства работает достаточно, опережает, мне кажется, все остальные регионы в этом плане. Давайте я прокомментирую по поводу. Программа на сегодня таких вот федеральных, Российским экспортным центром и Минэкономразвития запущена три, по-моему. Есть большие достаточно, но по мне они очень теоретические. Это программа, разработанная специалистами-теоретиками и бизнес-консультантами. У нас очень практический инструмент, который разработали и дают практике экспортера. В этом, да, мы новаторы. Юрий, вы только собираетесь налажать свои отношения с китайцами. Вот на ваш взгляд, насколько интересна такая программа? Вы стали ее участником, да? Да, мы стали ее участником. И я хотел бы сказать, что цель, которую преследуем лично мы, как производственники, это все-таки заключение сделок по поставке продукции на Китай. Вот. Ну а результатом, скажем так, всей этой деятельности, конечно, и будет считаться, насколько она практична, либо непрактична, это будет количество таких сделок. Мы посчитаем, посмотрим, результативная программа, либо нерезультативная. Когда будете подводить итоги? Ну, Евгений, когда программа шестимесячная. Программа шестимесячная. То есть шесть месяцев они только как бы набираются новых? Они не просто набираются знаний, они понимают, кто такой китаец, что ему нужно. Они адаптируют и приводят в порядок в соответствии с требованиями. И производствуя свой продукт, они получают обратную связь от, собственно, бизнеса Китая по своему продукту. И в конце мы еще проведем презентацию этих продуктов целевой аудиторией, то есть потенциальным партнером на китайской стороне. Это на бизнес-форуме в Харбине, да? Да, верно. Ну, собственно, структура будет строиться таким образом. Шесть месяцев программы обучения. Она состоит из трех интенсивов по три дня. И между ними удаленная самостоятельная работа с менторами, с сопровождением, по полтора месяца. Для того, чтобы стать участником программы, что нужно было и что нужно будет еще? Ну, в первую очередь, необходимо быть на контакте с Центром развития предпринимательства Приморского края. Потому что все эти программы, они достаточно интенсивно освещаются через данный центр. И на сегодняшний день существует огромная поддержка состального государства для участников обучающих программ. Даже с точки зрения финансовой. Программа значительно дорогая. Приглашение, там порядка 18 человек в команде из четырех стран. Просто приглашение таких людей сюда, Владивосток, обеспечение самой работы. Она дорого. Две трети стоимости программы мы берем на себя, то есть в рамках субсидий государственной. Ага. Ну, Юрий, вы уже прослушали несколько дней, да? Что-то вынесли для себя полезное? Ну, безусловно, да. Послушали нескольких лекторов. И есть уже понимание о стройке Китая, как они мыслят, на что нужно обратить внимание. Ну, есть очень много таких позитивных и полезных моментов, которые нужно будет учесть при контакте. Что-то неожиданное было для вас? Ну, не совсем неожиданное. То, что всем правит партия. Решение принимает именно она, а не менеджеры во многих позициях. Это как бы было немножко неожиданно. Но хотя бы не совсем. Мы с советских времен, поэтому это еще помним. Ну, как говорится, дьявол кроется в деталях. Важно понимать, как партия, компартия Китая правит бизнесом. Потому что одно дело в Советском Союзе, другое дело в Китае. Есть нюансы, наверное. Здесь вот Илья может прокомментировать. Это теоретически базовый. Я думаю, что самая ценность начнется вот со второго и с третьего этапа. Ну, я тогда тоже дополню немножко слова Евгения о том, как работает программа. Она состоит из трех блоков. Первый блок – это базовый. Второй блок – это специализированный блок. Он посвящен конкретно таможню, логистике, юридическому делу и маркетингу. И третий блок – он делает упор на продажи. То есть полностью разбирается система продаж, взаимодействия, переговоров. И завершающим – это вот мероприятие в Харбине. Вот чем важно было именно пройти первый этап? Первый этап был важен для всех. Он был важен в первую очередь для того, чтобы понять, кто такой Китай, кто такой китайский клиент и что такое Китай. На сегодня у нас ошибочное мнение о том, как правильно заходить на китайский рынок. И вот это ошибочное мнение, оно играет зачастую против нас. А могли бы вы в двух словах пояснить, в чем эта ошибка? Можно, да. Если вот прям в двух словах, то примерно так. Любой начинающий экспортер в первую очередь оценивает рынок Китая с точки зрения количества клиентов. То есть, если мы оценим близлежащие три региона Китая, которые рядом с нами находятся, Зелень, Холунзян и Леонин, то мы насчитаем там свыше 100 миллионов покупателей. Это действительно так. И это действительно вскруживает голову, и большие цифры появляются в глазах. Почему возникает желание свою продукцию поставлять в Китай? И это на хорошее, правильное желание. Но мы забываем тот момент, что Россия заходит на этот рынок одной из последних. То есть, на этом рынке уже присутствуют все, в том числе и Украина. Присутствуют очень плотно и конкурируют достаточно успешно. И когда мы идем на этот рынок, мы должны конкурировать со всем миром. Вот соответствовать уровню этой конкуренции на сегодня – это первая задача. И вот это, наверное, наши предприниматели местные небольшие как раз и недооценивают. Недооценивают, не учитывают. И самое что плохое – не могут правильно оценить уровень этой конкуренции. Потому что уровень этой конкуренции, чтобы оценить, необходимо провести определенную работу. Вот мы как раз эту работу пытаемся передать в течение этих курсов. Замечательно. К нам пытаются дозвониться наши телезрители. Давайте послушаем, что хотят сказать, спросить. Кстати, телефон нашего прямого эфира – 221-40-19. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас так много площадок разных есть. Вот eBay, или ВАБА, и прочие вот сервисы. А вот я производитель медом и занимаюсь. Вот какая будет лучшая для меня? Вот какие возможности для меня? Какую выбрать? Хотел бы поподробнее вообще узнать, как выходить на зарубеж. Я правильно понимаю, вы хотите экспортировать мед на китайский рынок? Да, все правильно. Ну, может быть, не только на китайский, может быть, и на другой. Кто может дать совет? Наверное, как бы отвечу я, потому что я сам являюсь производителем меда и экспортером меда. Это коллега ваша. Приветствую коллегу. Действующая компания. Мы не просто начитываем лекцию, мы в том числе и ведем бизнес. Ну, что касается интернет-площадок. Мы все это внимательно разбирали в рамках курса. И для того, чтобы определиться, на какой площадке и как работать, конечно, лучше всего сначала записаться на курсы бизнес-акселератора, энергии и экспорта. Тогда сразу все станет понятно. Но если вы не записались, тогда я в двух словах отвечу. Доступ к интернет-площадкам, он возможен сегодня только через юридические лица, зарегистрированные на территории Китая. Данное юридическое лицо должно просуществовать несколько лет. Данное юридическое лицо должно иметь зарегистрированную марку, которая уже два года прошла все регистрации полностью со всем пакетом и готовая отвечать логистическим требованиям той или иной площадки. То есть завтра иметь возможность поставить необходимое для площадки количество товара. Вот эти требования необходимо выполнить. А с какой площадкой в этом случае взаимодействовать, это уже вторичный вопрос. Каждая из этих площадок имеет свою группу покупателей. Если у вас премиум сегмент, это может быть площадка Тимол или Джейди. Если у вас эконом сегмент, это площадка Тхаубау. Если вы ищете бизнес-партнеров, то нужно регистрироваться на Алибабе. То есть это глубокий подход, но существует еще несколько возможностей, которые на сегодня в том числе и Центр поддержки экспорта реализует. Я, наверное, тогда Евгению передам слово. Здесь я бы прокомментировал, что хорошо, конечно, сразу встать на площадку. Но это, наверное, 12-13 этап экспортной деятельности. Если не больше. Если не дальше. То есть это уже конечный этап, когда у тебя готов продукт, ты понимаешь своего покупателя. Хочется сразу и всего. Это основная ошибка. Из всего, что я вынес, поговорив с участниками, они переходят сразу к 14-15 этапу. А их всего 17. И чтобы успешно торговать, надо пройти все. С первого. Начинать с самого начала. С истории, с культурой, с учениками. И для того, чтобы понимать, где это начало, программы «Энергия экспорта». Я так понимаю, да? Нам бы хотелось даже, чтобы это было. Ну что ж, хорошо. Но мы начали разговор с общего вопроса. С экспорта в Китай. Как наладить свои отношения с китайскими партнерами. Давайте посмотрим, а какова в целом сейчас ситуация. Вот, наверное, Евгений, к вам вопрос. Как сейчас идет продукция Приморского края в Китае? Что пользуется наибольшим спросом? Каковы объемы? Ну, традиционно, конечно же, наибольшим спросом у нас пользуются дерево и рыбопродукция. Это основная статья статистики. И она неумолимая. Она из года в год повторяется. Растет, снижается? Она растет. Экспорт приростом в районе 20%. Но, повторюсь, это все углеводороды, рыба, дерево. И это основная масса. Сыревая. Да, сыревая база. Никто пока... Или мы не готовы отправлять готовые продукты с высокой добавленной стоимостью, или они не хотят покупать. Но наша общая задача все-таки увеличить процент готовых пищевых продуктов экспорта. Их сегодня менее 1%. Вот над этим мы работаем совместно. Если мы здесь перерастем, согласно нацпроекту, до 10%, это будет настоящий прорыв. И вот из таких кубиков, как наша программа акселерационная, другие меры, которые вводятся государством, они должны способствовать увеличению этого экспорта. Но в целом экспорт растет. Я правильно понимаю? В целом да. Но пока не там, где нужно. Не те. Не там, где хотелось бы предпринимателям, конечно. Я здесь могу просто дополнить, потому что чем не очень хорошо, когда растет та же рыба в цене? Растет количество вывоза рыбы в Китай. В Китае, в благосостоянии Китая мы знаем, что растет, скажем, в нем зарплаты растут, покупательская способность увеличивается. И они готовы давать большие деньги за сырье, чем остается здесь. И большая часть сырья сейчас уходит в Китай, да? Китай и другие страны. И через Китай в Японию дальше. В Японию и так далее. Вы же заметили, что рыба подорожала в несколько раз. Если еще 4 года назад селедка стоила 25 рублей, сейчас она стоит 100 рублей и так далее, там про лососи говорить нечего. Потому что потребности... Ну и минтай, в основном, насколько я знаю, уходит в Китай. Да, потому что потребности Китая в лососе миллион тонн. Столько в природе нет, его не ловится. А они перерабатывают, отправляют уже в Европу, в наш российский минтай. Конечно. Поэтому здесь может еще и... И зарабатывают на этом гораздо большее деньги. Я думаю, это таким образом сделать так, чтобы вообще прекращать вывоз сырья и какой-то сначала полуфабрикат, там, филе, потом еще и все глубже и глубже спускаться. А если будет налажено для того же Китая, что берите сырье и если я покупаю еще плащу НДС, за него 10%, они вообще этого не платят, потому что НДС еще возвратный идет. На 10% дешевле покупают продукцию, чем берем ее мы. Ну, это же немножко неправильная политика. Но это мой взгляд личный, да, как предприниматель. Это очень правильный взгляд, конечно же. На что отражается потом на всем нашем населении? На всем. Добавленная стоимость должна оставаться здесь? Конечно, должна оставаться в России, и тема благо наших жителей. Россия не должна оставаться сырьевым придатком. Точно. Я бы так сказал. Илья, но вы уже достаточно давно, насколько я знаю, работаете с Китаем. Можете в нескольких словах сформулировать, какие выводы вы для себя сделали? И есть ли место для новых приморских, в частности, предпринимателей на китайском рынке? Ну, начну со второго вопроса. Да, такое место есть. И на сегодня самое, что, наверное, сильное преимущество, да, это все-таки, как и китайцы сами говорят, это отношения между нашими странами сейчас на пике дружественных отношений. И освещается это все очень подробно в СМИ, формируется положительный образ нашей страны, формируется положительный образ наших продуктов, как эко-продуктов. И мы, конечно, имеем здесь в определенной степени фору. Второе, это то, что отсутствие опыта, нашего опыта, работы на рынке, оно в том числе является плюсом, потому что отсутствует и отрицательный опыт. То есть мы не сделали себе плохой рекламы пока. Все дальше зависит от нас. Будем надеяться, что этого и не произойдет. Будем надеяться, будем над этим работать. Поэтому мы, собственно, можем нарисовать себе эту картинку будущего и на этом рынке занять определенную нишу, ту, которую мы сами заходим. А что я могу, как я могу охарактеризовать, какой я вывод сделал от работы с Китаем? Ну, на сегодня это страна, которая очень интенсивно меняет правила игры. И если представить ее в формате, допустим, механизма, шестеренки, то движется очень-очень-очень быстро. Вот для того, чтобы в этот механизм попасть и соответствовать движению, то нужно двигаться так же. Нужно понимать, что там происходит, как происходит, как лучше строится. Да, мы начинали курс с двух первых пунктов, объясняли нашим участникам, что первое, необходимо понимать потребность и понимать требования к этой потребности. То есть у рынка есть свои требования к каждому продукту. У бизнесмена есть свои требования, у конечного покупателя, у правительства. Вот когда вы их понимаете, когда вы понимаете, что вы сможете им соответствовать, это уже половина успеха. Ну, мы уже сказали, что программа энергии экспорта запущена. А сколько компаний в ней принимают участие в этой программе? Сколько уже вы приняли? Ну, компания 15, структура очень разнообразная, там есть производители и воды, и меда, и рыбопродукции. То есть не по профильному принципу шел отбор, да? Ну, достаточно концентрированный, это все-таки либо промтовары, либо пищевые продукты, потому что есть опыт и конкретные представители этого бизнеса с той стороны. мы решили не распыляться очень сильно, потому что хотим каждому дать очень адресную поддержку, разработку его собственной стратегии продвижения на рынок. А невозможность знать все обо всем. Но на самом деле там направлений, наверное, 5 или 6 разнообразных. Ну, побольше, да. Побольше. Хотя бы можно примерно обозначить, какие направления? Ну, это пивоиндустрия, это БАДы, это рыба, морепродукты, это продукция деревообработки, бытовая химия, консервированная продукция, ну, вот в таком составе. Понятно. Евгений, наверное, вам вопрос. Какие еще меры есть в Приморском крае для поддержки малого и среднего бизнеса? Ну, инструментарий очень разнообразный. Юрий подтвердит, мы давно взаимодействуем, пытаемся понять, чем и где мы можем полезны, но он очень разнообразный. То есть, если эта программа, она сейчас как вот логически выстроенная, понимание, что ты должен сделать для того, чтобы зайти на китайский рынок, кто такой твой потенциальный покупатель и каким должен быть твой продукт, когда ты пройдешь эту программу, можешь включать дополнительные другие инструменты. Это и отдельно блоки школы экспорта, это и продвижение на онлайн-площадке, когда есть уже что продвигать. Мы финансируем тоже эти инструменты. И участие в выставках, и прием делегаций, и выезд с делегациями в другие страны. Но, опять же, мы здесь работаем с каждым очень адресно. Когда мы понимаем, что за продукт у человека, мы выдаем ему весь инструментарий, помогаем понять, где его можно встроить. Насколько я знаю, скоро состоится российско-китайская выставка в Харбине. Как идет к ней подготовка? Ну, традиционно, это мероприятие традиционное, регулярно мы участвуем. В этом году несколько, чуть-чуть поменяли формат. Это не просто выставка, это выставка-ярмарка. И там мы представляем также около 10 разных производителей. Попробуем поторговать. С какой продукцией? Разнообразная. Там и сувенирная продукция, изделия из дерева, изделия из камня, медопродукция. Вопросы логистики, насколько я знаю, небольшим компаниям достаточно сложно решать самостоятельно. Идет работа над проектом «Торговый дом». Что это такое? В чем будет заключаться помощь небольшим компаниям? Торговый дом, он видоизменяется. Это большой проект, который мы запустили в прошлом году с торговой промышленной палатой. И суть была, что одна компания берет на себя роль локомотива и продвигает разнообразную продукцию на рынок Китая. Когда она заработает? Она в процессе настройки. Невозможно же просто взять любой продукт и с ним выходить на рынок. Это опять к слову о готовности, о знаниях. Ведь когда человек говорит, у меня самый замечательный продукт, это же далеко не всегда так. Для него он замечательный, а для рынка он не подходит. Поэтому мы очень осторожно предлагаем компаниям участвовать в этом проекте, когда понимаем, что он готов. Но такой инструмент есть. Если кто-то не хочет заниматься сам внешнеэкономической деятельностью, есть инструменты вывода его продукта. Но опять же, большой вопрос с продвижением, с целевой аудиторией, с затратами на той стороне. Кто готов взять на себя эти затраты? Это достаточно сложный вопрос. Но инструмент есть. Хотелось бы дополнить, что вся эта история, акселератор, обучение, программы, говорит о том, что у нас очень мало информации, как у предпринимателей работы с Китаем. Это, скажем так, такое нанесение карты, чтобы не только эти 15 человек, 15 компаний, которые сейчас проходят обучение, а на базе вот этого всего мероприятия всем остальным будет намного проще проходить. То есть у тебя уже будет пошаговое действие. Знаешь, будет некий чек-лист, что ты хочешь, как ты хочешь, на что ты должен обратить внимание, на какие ошибки ты должен избежать, что ты должен учесть и так далее, и так далее. То есть это первый шаг. Да, он новый, да, он самый трудный, но его нужно пройти, чтобы потом все остальные понимали, как идти дальше. Поддержу Юрия, да, вот сейчас хочу сказать пару слов по поводу знаний. Здесь очень важна личная активная позиция. Ведь самое простое – это просто сидеть и говорить, а мне не помогают, и ничего нет. Но если ты не обращаешься, ну, естественно, ты не можешь получить. И мы тоже не можем сами прийти ко всем. Нужно обращаться, спрашивать, а какие есть меры поддержки, а что вы умеете, что вы делаете. А нам точно есть что сказать. Ну, судя по тому, что вы сказали, достаточно широкий спектр мер поддержки для малого бизнеса существует. Остается надеяться, что наши предприниматели активнее будут пользоваться этими мерами поддержки. И как и Приморский край, так и вся Россия в целом выйдут из статуса сырьевого придатка и начнут поставлять на зарубежный рынок, в том числе и на крупнейший международный рынок, китайский рынок, свою полноценную продукцию с серьезной прибавочной стоимостью. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин